Продолжение следует... Эти полупроводниковые устройства стали рассматривать усилители на транзисторах. Мы посмотрели, как работает усилитель на биполярном транзисторе, усилитель на пылевом транзисторе. Есть сходства, есть различия, которые заключаются в том, что в биполярном транзисторе управление происходит с помощью тока. Задавая ток в цепи базоэмиттер, можно изменять потенциальный барьер коллекторного перехода и таким образом управлять током эмиттер-коллектор. А пылевой транзистор управляется потенциалом. Задавая напряжение на затворе, изменяя напряжение на затворе, можно изменять ток, который протекает через канал сток и сток пылевого транзистора. Давайте посмотрим, как можно сделать простейший расчет, касающийся усиления сигналов, то есть переменных токов или напряжений в таком усилителе. Давайте попробуем записать простейшее выражение, которое связывает изменение токов и напряжений в цепи сток и сток, включающий сопротивление, которое мы договорились называть сопротивлением нагрузки, ну и, конечно, источник питания. Считаем, что в нормальном режиме напряжение на источнике питания не изменяется. Ноль. Тогда у нас есть еще падение напряжения на сопротивление нагрузки, это произведение величины этого сопротивления на изменение тока в этой цепи, который мы считаем выходным током. И есть еще изменение напряжения на транзисторе. Его мы также будем называть выходным напряжением. Здесь есть в этих расчетах некоторые, может быть, с одной стороны они очень простые, с другой стороны в них есть повторяемость, которая может немножко дезориентировать студентов. Ну вот смотрите, мы как бы считаем, что ток вытекает из тока. Таким образом, этот ток протекает через сопротивление нагрузки, падение напряжения, вот оно, протекает через источник питания, но поскольку мы записываем не для самих падений напряжений, а для их изменений, то мы пишем ноль, здесь ничего не меняется, и есть напряжение между стоком и истоком. С одной стороны. С другой стороны, я могу просто рассматривать вот это изменение выходного тока, вытекающего из тока, как сумму токов. Куда этот ток течет? Значит, он течет через сопротивление нагрузки, он течет через вот это сопротивление, которое, может быть, было бы более уместно называть нагрузкой, но это сопротивление того устройства, которое является приемником сигнала, и к которому подключен наш усилитель. Вообще говоря, комплексное сопротивление Z. Вот я записываю изменение напряжения на выходе, приведет к изменению тока, который считается по простому закону Ома, и еще он течет как бы через сам транзистор, а ток, протекающий через цепь сток и сток транзистора, как мы договорились, связан с напряжением на затворе, с изменением напряжения на затворе, а коэффициентом пропорциональности, который эту связь описывает, является дифференциальная крутизна. Она как раз имеет размерность миллиампер на вольт. Еще раз, то, что здесь написано правильно, хотя может как-то показаться вот этот выходной ток, но ведь это тот самый ток, который мы и задаем, когда рассматриваем вольт-амперную характеристику транзистора, то есть зависимость тока через транзистор от потенциала затвора. Ну а теперь надо подставить первое выражение во второе. У нас вот эта часть остается, а вот эти два слагаемых мы переносим в левую часть, они становятся с минусом, и вместо тока из первого выражения мы записываем минус дельта У выходное, деленное на R нагрузки. Дельта У выходное, общий множитель выходит за скобку, остается в скобках три проводимости. Единица на R нагрузки, через которые подключается питание, единица на R сток и сток транзистора и единица на вот это дополнительное сопротивление, которое вносится, когда мы что-то к усилителю подключаем. Можно еще немножко изменить. Во-первых, можно писать вот так, если мы умножим обе части на сопротивление сток и сток, то слева у нас произведение сопротивления сток и сток на дифференциальную крутизну даст коэффициент усиления μ, безразмерный коэффициент усиления. А справа, если мы умножаем на R сток и сток, то здесь вот будет единичка, единичка плюс сумму обратных сопротивлений. Я введу вот такое обозначение R параллельное. По правилу, единица на R параллельное это единица на R нагрузки плюс единица на Z. Понятно, это R параллельное, это просто сумма параллельно включенных R нагрузки и Z, потому что для сигнала они включены в параллель, раз мы договорились, что вот здесь падения напряжения нет. Значит, вот эта точка для сигнала соединена вот с этой. Сопротивление нагрузки и Z включены параллельно. И именно по этой причине радиотехники называют вот это сопротивление нагрузкой, а мы вслед за ними, потому что, в принципе, вот это отдельно можно и не выделять. Часто в схемотехнике дополнительно вот это сопротивление не устанавливают, не рисуют. Вот это и есть вся нагрузка, которая связана и с работой этой схемы, и с подключением ее к следующим каскадам. Так вот, если это сделать, то потом мы добавляем еще вот эту единичку, которая у нас получилась при умножении обоих частей на R сток и сток. Получается вот такая дробь. R параллельная плюс R сток и сток на R параллельная. На самом деле все три сопротивления здесь выглядят включенными параллельно. Можно использовать экивалентные схемы для цепей, в том числе и для цепи с усилителем. Эквивалентную схему можно нарисовать по-разному. В верхней части экивалентная схема содержит источник напряжения. То есть у нас есть входная цепь, какой-то источник, подключенный ко входному сопротивлению нашего каскада. Мы условно отделяем ее от цепи выходной, а выходная цепь содержит источник напряжения, величина которого связана со входным напряжением, и три параллельно включенных сопротивления. R сток и сток, R нагрузки, и вот это отдельное сопротивление, которое может быть подключено, а может быть не подключено к нашему каскаду. Или можно изменить эту схему, используя вместо источника напряжения экивалентный источник тока. Здесь отличие будет в том, что сопротивление с ток и сток оказывается включенным последовательно. Вот с этим, я неправильно сказал, вверху у нас был экивалентный источник тока, потому что крутизна, это миллиамперы на вольт, это источник тока. А вот здесь у нас источник напряжения, напряжения, и его внутреннее сопротивление должно быть включено последовательно. Это у нас R сток и сток, ну а эти два остаются включенными параллельно. Еще раз прошу прощения, на верхней схеме у нас экивалентный источник тока, тот самый, который мы использовали, когда рисовали зависимость тока, сток и сток от напряжения на затворе, или тока сток и сток от напряжения сток и сток при разных потенциалах затвора, были у нас такие характеристики, но можно использовать и экивалентный источник напряжения. Только тогда сопротивление сток и сток транзистора должно использоваться как внутреннее сопротивление этого источника, включенное с ним последовательно, и последовательно с ними включены сопротивления, которые вместе можно считать нагрузкой, а можно разделить, это существенного значения не имеет. На этом слайде чуть-чуть более насыщенная элементами схема, это схема усилителя переменного напряжения в том виде, в котором чаще всего она на практике и реализуется. Ну, во-первых, оговорка. Я привожу только схемы, которые называются схемами с общим истоком. То есть, видите, что на предыдущей схеме, что на этой, входной сигнал подавался между затвором и истоком, а выходным напряжением можно было считать напряжение между стоком и истоком. Возможно, и другие схемы включения, в том числе схема включения с общим затвором. В этом случае, условно, затвор соединяется с общим проводом, между стоком и затвором подается входной сигнал, между истоком и затвором сигнал снимается. Это схема технических особенностей, в которые не хочется сейчас углубляться. Схемы имеют разные параметры, в первую очередь, разное входное и выходное сопротивление. Поэтому ту или иную конструкторы выбирают в зависимости от того, что необходимо. из моего опыта, конечно же, чаще всего встречаются усилители с общим эмиттером, если это биполярный транзистор, или с общим истоком, если это транзистор полевой. И отличие от предыдущей схемы здесь заключается в том, что есть вот эти два конденсатора. Они нужны исключительно для того, чтобы источник сигнала и приемник сигнала не влияли на режим работы транзистора по постоянному току. То есть их величины выбираются так, чтобы емкостное сопротивление было достаточно мало на рабочей частоте или в рабочем диапазоне частот. Или лучше сказать, чтобы РЦ-цепи, которые образуются при появлении, при добавлении этих конденсаторов, не уменьшали существенно коэффициент усиления в том диапазоне, в котором этот усилитель должен работать. Кроме этого, здесь пунктиром нарисованы еще две емкости. Входная емкость и выходная емкость. Эти емкости называют паразитными емкостями. И, к большому сожалению, они на практике есть всегда. Это емкость между выводами или, если выводы каким-то образом удалось сделать короткими, с малой емкостью, начинает влиять, проявляться емкость между самими элементами транзистора, между электродом затвора и электродами стока и стока, между частями полупроводника, емкость переходов внутри полупроводника. И именно эти емкости чаще всего и ограничивают верхнюю рабочую частоту, потому что у нас тоже появляются интегрирующие цепочки, образованные, ну, как минимум, сопротивлением источника и С входной, и сопротивлением сток и сток и С выходной. Вот эти РЦ цепочки, вы помните, имеют коэффициент передачи, который по модулю уменьшается с частотой. Есть и другие факторы. Подвижность носителей заряда внутри полупроводника это тоже конечная величина. какой из этих эффектов первым начнет резать усиление на высоких частотах, заранее сказать трудно, есть разные транзисторы, но надо понимать, что ограничение такое всегда есть. Ну и, наконец, еще одна цепочка, которая здесь есть, которая выделена зеленым цветом, это цепь, которая обеспечивает обратную связь по постоянному напряжению. Про обратные связи я сегодня буду вам рассказывать много, но применительно к такому усилителю и к такой цепи пояснение принципа ее действия и назначения можно пояснить очень просто. Смотрите, предположим, что ее нет, она не является обязательной. Во многих случаях усилители работают и без такой цепи. Однако представим себе, что протекающий в цепи сток и сток ток достаточно велик, достаточно для того, чтобы транзистор начал заметно нагреваться. Если переход, извините, канал транзистора нагревается, то подвижность носителей заряда в нем увеличивается и его сопротивление самопроизвольно уменьшается. Если сопротивление уменьшается, то при прочих неизменных условиях ток может увеличиться еще больше, нагрев станет еще больше и таким образом лавинообразный процесс может не только нарушить режим, но и просто вывести транзистор из строя. Произойдет тепловой пробой, разрушение тонкого слоя канала полупроводника. Вот чтобы это не происходило и чтобы вообще режим работы транзистора не изменялся с температурой, и не только с температурой, но и, скажем, в процессе старения этого транзистора добавляют вот такое сопротивление. Смотрите, ведь проводимость канала на самом деле зависит от потенциала затвора по отношению к истоку. Если у нас протекает постоянный ток, то на вот этом сопротивлении, которое обозначается R обратной связи, будет некоторое падение напряжения, которое равно произведению этого тока на величину сопротивления. Напряжение вот в этой точке по отношению к общему проводу складывается с тем напряжением, которое задается с помощью сопротивления затвора. То есть оно фактически приложено к затвору с противоположным знаком. Чем больше ток, тем больше потенциал на истоке из-за падения напряжения на этом сопротивлении, таким образом, тем меньше потенциал затвора по отношению к истоку. Таким образом, появляется система автоматического регулирования. При увеличении, самопроизвольном увеличении тока через транзистор, он закрывается, и ток уменьшается или возвращается к своему исходному значению. Но если мы не хотим уменьшать коэффициент усиления по переменному току, то есть в том диапазоне частот, где этот усилитель, собственно, работать и должен, надо еще добавить вот здесь емкость. Ее выбирают так, чтобы импеданс цепи, состоящей из сопротивления обратной связи и этой емкости, был мал в рабочем диапазоне частот. То есть обычно это достаточно большая емкость, и таким образом обратная связь не действует по переменному току, а действует только по постоянному. В верхней части этого слайда эквивалентная схема усилителя с учетом тех емкостей, которые я нарисовал, вот разделительные емкости С затвора и С параллельная, которая оказывается включенной параллельно с сопротивлением нагрузки. Это вариант с эквивалентным источником напряжения, а в нижней части типичная амплитудно-частотная характеристика, то есть зависимость модуля коэффициента передачи или модуля коэффициента усиления от частоты. Есть область, в которой эта характеристика близка к горизонтальной линии, и есть спад на низких частотах и на высоких частотах, обусловленный действием вот тех самых РЦ цепочек, о которых я говорил. Причем надо принимать во внимание при расчетах, особенно если это СВЧ-устройство, и паразитные емкости тоже. Величина этих паразитных емкостей часто в справочных данных для реальных полупроводниковых приборов приводится. Они есть в моделях, которые предлагаются для систем проектирования типа SPICE. Таким образом, при моделировании вы можете получить, а в эксперименте измерить истинную амплитудно-частотную характеристику. Еще один пример это типичная переходная характеристика усилителя. Вернее, здесь переходные характеристика по определению это реакция на одну ступеньку, а здесь нарисован импульс, прямоугольный импульс, который можно представить, как вы знаете, в виде двух ступенек, сдвинутых по времени с противоположным знаком. Так вот, типичный отклик, если рассматривать его с хорошим временным разрешением, будет включать в себя переходный процесс, который, конечно же, очень похож на переходную характеристику РЦ-цепочки. Затем некая плата, если временное разрешение не так велико, то на выходе мы будем получать также импульс, похожий на входной по своей форме. А вот отклик на отрицательный фронт, на спад импульса, может включать в себя не только перевернутую переходную характеристику РЦ-цепочки, но и еще дополнительно вот такой хвост, который связан как раз с разрядом вот этого конденсатора. Очевидно, что если у нас здесь напряжение быстро по сравнению с постоянной временем вот этой цепи стало равно нулю, то потечет обратный ток, который создаст на выходе некоторое напряжение противоположного знака. Это тоже полезно помнить, потому что иногда на практике наблюдаются вот такие хвосты, и не сразу ясно, откуда они берутся. Иногда могут наблюдаться еще и переколебания. Дело в том, что на этой схеме для простоты я не включал в рассмотрение паразитные индуктивности. Величина этих индуктивностей в радиодиапазоне обычно достаточно мала, и можно действительно не обращать на них внимания. Но если вы выходите за рамки диапазона скажем в 100 мегагерц, 1 гигагерц выше, вполне может оказаться, что соединительные проводники имеют достаточную индуктивность, чтобы образовались колебательные контура с собственными частотами, сравнимыми с частотами рабочего диапазона. В этом случае как раз вы и увидите затухающие колебания происходящие, развивающиеся в этих паразитных, без вашего желания образовавшихся колебательных контурах. Но колебательные контура бывают не только паразитные, и конечно же очень часто, если речь идет об усилении узкого диапазона частот, то есть ширина полосы много меньше, чем сама центральная частота вашего диапазона, используются так называемые резонансные усилители. Схема резонансного усилителя может выглядеть по-разному. Очень часто параллельный колебательный контур включается в цепь стока полевого транзистора. достоинства. Какие здесь сразу можно отметить особенности и достоинства? Во-первых, смотрите, если включить контур так, как он здесь нарисован, то можно вспомнить, что на резонансной частоте его сопротивление максимально и равно просто вот этому сопротивлению, сопротивлению, которое мы для контура называли сопротивлением потерь, а для нашей схемы это сопротивление нагрузки, то есть точно на резонансной частоте его сопротивление будет максимально. Значит, и напряжение при прочих равных будет здесь наибольшим. А если мы будем изменять частоту, удаляясь от резонанса, сопротивление этой цепи будет уменьшаться, таким образом и коэффициент усиления будет уменьшаться. мы получили селективный усилитель. Есть еще одно достоинство. Смотрите, если мы вернемся вот к этой предыдущей схеме, то легко можно догадаться, что часть энергии источника питания всегда будет рассеиваться в виде тепла вот на этом активном сопротивлении. Режим работы чаще всего выбирают так, чтобы при отсутствии сигнала напряжение на стоке транзистора было близко к половине напряжения источника питания. Это обеспечивает наибольший диапазон, наибольший динамический диапазон. В этом случае при подаче на вход сигнала, переменного сигнала, выходное напряжение в пределе может меняться от нуля до напряжения близкого к напряжению источника питания, то есть наибольший размах можно получить на выходе. Но если среднее напряжение здесь половина питания, значит U пополам в квадрате поделить на R нагрузки все время уходит в тепло. Это плохо, а R нагрузки маленьким сделать большим сделать тоже не получается, потому что при этом у нас будет большое выходное сопротивление, мы не сможем маленькую нагрузку подключить к этой схеме. Так вот применительно к резонансному усилителю такой проблемы нет. Условно вот эта катушка индуктивности, она у нас имеет нулевое сопротивление и по постоянному току весь этот контур имеет сопротивление близкое к нулю. Постоянный ток это условно нулевая частота. Таким образом можно сделать усилитель, который гораздо эффективней с точки зрения расхода энергии или коэффициента полезного действия. Но опять-таки плата за удовольствие то, что ширина полосы частот, в которой достигается необходимое усиление будет меньше. Ну вот оценка, если сопротивление нагрузки или потери в этом контуре много меньше, чем сопротивление канала транзистора и меньше, чем то сопротивление, которое мы подключаем к усилителю, то у нас ширина полосы фактически определяется добротностью этого колебательного контура. Ну, все сказанное относится здесь на схеме везде нарисованы полевые транзисторы с ПН-переходом, с управляющим ПН-переходом, но это не играет роли, то же самое справедливо и для транзисторов с изолированным затвором. Более того, похожие соотношения можно получить и для биполярных транзисторов, завинив название выводов. В данном случае это не существенно. Совсем немножко для расширения кругозора о том, какие еще бывают полупроводниковые приборы. полупроводниковых приборов только серийно выпускающихся огромное количество и они имеют совершенно различные параметры. Я уж не говорю о специальных лабораторных экземплярах. Очень часто встречаются, если говорить о диодах, диоды конструктивно бывают рассчитанные на большие токи. Это выпрямительные диоды. Через них может протекать ток в десятки, сотни и даже тысячи ампер. Разные есть диоды. Но такие диоды обычно имеют очень большую емкость перехода и непригодны для того, чтобы делать из них, скажем, амплитудные детекторы на высокие частоты. Для этого используются высокочастотные диоды, у которых область контакта маленькая, барьерная емкость маленькая, иногда их называют точечными диодами. Это диоды для диапазона высоких частот. Особняком стоят диоды, которые называются стабилитронами. На электрической схеме обозначаются с вот таким ушком возле черты. Что это такое? Это диод, который обычно работает в режиме пробоя, то есть к нему подключается обратное напряжение и для каждого такого диода, для каждого стабилитрона есть некоторая величина, величина напряжения, которая называется напряжением открывания. Что это такое? Если обратное напряжение достигает напряжения открывания, в диоде начинается пробой. Реально физически это чаще всего квантовое туннелирование через барьер. Эффективность туннелирования очень сильно зависит от потенциала, поэтому после того, как диод открылся, на нем падение напряжения не меняется в широком диапазоне значений тока, который через него протекает. Поэтому, собрав очень простую схему, некоторое сопротивление, диод, который является стабилитроном, и сопротивление нагрузки, мы получаем стабилизатор напряжения, то есть может изменяться иногда в широких пределах входное напряжение, может изменяться сопротивление нагрузки, а напряжение на нагрузке будет все время оставаться практически неизменным, потому что будет изменяться ток через открытый стабилитрон. Главное, чтобы напряжение на входе с учетом падения напряжения на этом сопротивлении не стало меньше, чем напряжение открывания. Вот тогда напряжение на выходе начнет уменьшаться. иногда собирают именно такие источники питания, скажем, вот дешевые источники для бытовой аппаратуры, которые вставляются в розетку, часто содержат такой примитивный стабилизатор. Иногда делают более сложные аналоговые схемы, добавляют усилитель на транзисторе для того, чтобы ток через диод изменялся в меньших пределах, поскольку незначительное изменение напряжения на нем, если ток меняется сильно, все-таки имеет место. Но полезно знать, что такие приборы есть. Следующий пример это так называемые составные транзисторы. Коэффициент усиления тока базы, если говорить о биполярном транзисторе или дифференциальная крутизна для полевых транзисторов может быть очень велика, но тем не менее иногда в реальном устройстве нужно получить еще больший коэффициент усиления, и для того, чтобы не брать, не устанавливать несколько полупроводниковых приборов, в одном корпусе изготавливают вот такие транзисторы, у которых на самом деле есть несколько переходов коллектор базы и базоэмиттер внутри. Более интересным, еще более интересным являются с моей точки зрения вот такие приборы, это двузатворный полевой транзистор или многоэмиттерный биполярный транзистор. Почему они интересны? Потому что это хорошие кандидаты для создания цифровых логических устройств. Смотрите, если у меня два затвора внутри одного полевого транзистора, и каждый из них управляет током через канал, то я помню, что влияние ток, протекающий в цепи затвора, очень мало, значит и влияние одного затвора на другой будет крайне мало. Таким образом, я могу построить логическое устройство И, мы будем о таких дальше говорить, то есть, например, устройство, в котором ток через транзистор включается только в том случае, если поданы открывающие потенциалы на оба затвора. Кроме того, такие транзисторы еще используют в смесителях. Помните, мы, когда разбирали смесители или перемножители сигналов, мы условно рисовали два источника, которые включены последовательно один за другим. На практике это иногда неудобно, тем более надо соединять слабосигнальный источник, соответствующий тому сигналу, который мы усиливаем, и местный генератор гетеродин, который имеет существенно большую амплитуду, а я, может быть, по каким-то причинам не хотел бы, чтобы колебания этого локального гетеродина попадали обратно в ту цепь, из которой я беру сигнал. Так вот, двузатворный полевой транзистор позволяет очень эффективно развязать цепи двух сигналов, которые мы смешиваем между собой, смешиваем в том смысле, что в выходном токе у нас будут частоты, равные сумме разности и прочим комбинациям частот входных сигналов. также многоэмиттерный транзистор позволяет развязать но только уже цепи не входных сигналов, а цепи сигналов выходных, управляя одним током, одним сигналом на базе всеми токами, которые протекают через эмиттеры этих транзисторов. ну а еще за кадром остаются варикапы, это диоды, у которых большая емкость перехода, которая сильно меняется при изменении постоянного напряжения. Еще есть устройства, которые называются теристоры, семисторы, это пороговые устройства, которые также имеют три электрода, как и транзистор, но в отличие от транзистора подача однократного импульса на управляющий электрод приводит к тому, что теристор или семистор открывается и больше не закрывается до тех пор, пока не исчезнет напряжение в основной цепи, в сильноточной цепи, то есть в дальнейшем оно от потенциала управляющего затвора не зависит. Вот это некий такой зоопарк полупроводниковых устройств. Теперь я хотел бы рассказать об использовании обратных связей в усилителях уже применительно к тому диапазону частот, который этот усилитель может усиливать. Общая структурная схема использования обратной связи нарисовано вот на этом слайде. Я буду считать, что у меня есть некоторый усилитель, который сам по себе имеет коэффициент усиления или коэффициент передачи k, зависящий от частоты, а сигнал с выхода этого усилителя через пассивную цепь для простоты, имеющую коэффициент передачи β от омега попадает на вход смешиваясь с тем сигналом, который подлежит усилению. Пока мы не вдаемся в детали того, как устроен этот смеситель, просто считаем, что вот это напряжение на входе усилителя, которое обозначено U1 равно арифметической сумме входного сигнала и сигнала пришедшего из цепи обратной связи, то есть выходного сигнала, умноженного на коэффициент передачи β от омега. Из этих двух выражений, ну это очевидная связь между выходом и входом, усилителя можно получить коэффициент усиления уже всего усилителя, охваченного, как говорят, цепью обратной связи. Значит, вверху эти соотношения, дальше определение коэффициента усиления, мы входной сигнал представляем в виде суммы, в данном случае разности у1 минус β у выходное, вот, а у выходное это k умножить на у входное, таким образом, k можно везде, извините, у1 можно сократить, и для простоты я буду считать, что суммарный поворот фазы в усилителе и в цепи обратной связи принимает всего два значения, это либо 0, либо π. Может быть, с формальной точки зрения приведенные соотношения не являются совсем строгими, потому что по-хорошему надо писать зависимость от частоты, помнить, что раз я использую вот такое умножение, то это на самом деле, конечно же, не обычные напряжения, а комплексные амплитуды для напряжений, ну и следовало бы рассмотреть и фазовую, и амплитудно-частотную характеристику, но я упрощаю себе задачу, потому что, как мы увидим дальше, часто действительно для создания реальных устройств выбираются элементы, кирпичики, которые имеют хороший запас, в том смысле, что частоты, на которых частотная зависимость их коэффициентов передачи лежат существенно выше, чем максимальная частота, на которой этот прибор используется. Ну и вот, если суммарный сдвиг фазы равен нулю, ну или, естественно, 2π, то же самое, то формула для модуля коэффициента передачи, выраженного через модуль К нулевой, это модуль собственного коэффициента усиления усилитель, выглядит как К деленное на единица минус β на К, β опять-таки модуль коэффициента передачи цепи обратной связи. А если же есть поворот фазы на 90 градусов, то здесь вместо минуса можно условно написать плюс, заложив эту фазу вот в этот знак. В первом случае мы получаем положительную обратную связь, во втором случае отрицательную обратную связь. Причем интересно, что если произведение собственного коэффициента усиления на коэффициент передачи цепи обратной связи много больше единицы, то есть потери в цепи обратной связи малы, а усиление собственного усилителя достаточно большое, то получается очень простая и очень привлекательная формула. Коэффициент усиления усилителя, охваченного отрицательной обратной связью, не зависит от коэффициента усиления того полупроводникового прибора, который мы используем, а зависит только от коэффициента передачи пассивной цепи обратной связи. Мы говорим про обратную связь усилителя, то есть есть усилитель и есть цепь обратной связи. Если речь идет именно об усилении сигналов, то обычно используется отрицательная обратная связь. С одной стороны, казалось бы, это имеет некоторые недостатки. Именно коэффициент усиления усилителя, охваченного отрицательной обратной связью, всегда меньше, чем коэффициент усиления усилителя без такой цепи. Но дело в том, что сейчас стоимость или сложность усилителя с большим коэффициентом усиления, можно даже сказать, с любым желаемым коэффициентом усиления, не так велика с одной стороны. С другой стороны, я уже упоминал, что реальные усилители, в том числе усилители на полупроводниках, подвержены изменениям параметров. Коэффициент усиления реального усилителя зависит от температуры, иногда существенно зависит, может изменяться в процессе старения, когда происходит диффузия разных слоев внутри полупроводника, то есть изменяться со временем. А вот для пассивных цепочек такие изменения существенно меньше. Можно подобрать пассивную цепь, которая будет очень мало изменять свои параметры с температурой. Наконец, в реальности, когда производятся, выпускаются транзисторы, микросхемы, есть разброс. Два транзистора не являются абсолютно одинаковыми между собой. Их коэффициент усиления тоже отличается. И при, например, серийном выпуске устройств пришлось бы подстраивать или подбирать параметры остальных цепей в зависимости от того, какой именно полупроводник вам достался. А здесь ничего этого делать не надо. Если вы собираете одинаковые цепи из резисторов конденсаторов, которые отличаются очень высокой повторяемостью, у вас и коэффициент усиления всей цепи будет одинаковым, независимо от того, какой полупроводниковый прибор, какой транзистор вам достался. Я только одно слово скажу. Когда-то, когда активные элементы, лампы, транзисторы были дороги, иногда в усилителях использовалась и положительная обратная связь. Это так называемые регенерированные усилители. Казалось бы, глядя на эту формулу, с помощью цепи обратной связи можно получить сколь угодно большой коэффициент усиления, но здесь следует обратить внимание на два момента. Во-первых, если у вас коэффициент регенерации станет больше единицы, то такой усилитель превратится в автогенератор. Вы на выходе будете видеть автоколебания даже в отсутствии входного сигнала. Это реально используется для создания генераторов. О генераторах мы, наверное, будем говорить на следующей лекции, но неприемлемо для усилителя. И кроме того, часто важно не просто усилить сигнал, но и не ухудшить отношение сигнал-шум. Шумам у нас будет посвящен большой отдельный раздел нашего курса. Так вот, регенерация или использование положительной обратной связи плоха тем, что она регенерирует шумы. Коэффициент отношения сигнала к шуму в регенерированном усилителе всегда ухудшается. Ну а первым примером цепи, в которой используется отрицательная обратная связь, если мы пока говорим об усилителях на транзисторах, является так называемый истоковый повторитель. Не обязательно истоковый, если это полевой транзистор, то он называется эмиттерный повторитель, а если вдруг где-то попадется устройство с электронными лампами, то в эпоху электронных ламп использовались катодные повторители. Дело не в этом. Дело в том, что в отличие от обычного усилителя с общим истоком, здесь сигнал снимается не со стока и не с сопротивления нагрузки в цепи стока, а сопротивления, которое находится в цепи истока. Я уже рассказывал в первой части, что такое сопротивление может быть использовано для организации обратной связи по постоянному току. Так вот, здесь предельный случай. Во-первых, видите, что дополнительной емкости нет, то есть эта обратная связь работает на всех частотах, в том числе и на тех, на которых усиливается сигнал. А сопротивления, которое раньше у нас называлось сопротивлением нагрузки, то есть сопротивления между источником и стоком, вовсе нет. Как же работает такая схема? Ну, по аналогии я могу написать, изменение напряжения в цепи затвор и сток, затвор и сток, оно складывается из напряжения, падения напряжения на вот этом сопротивлении, которое я условно называю входным сопротивлением, и падение напряжения на сопротивлении в цепи и стока, которое теперь стало выходным. А это падение, это произведение его величины на ток в цепи сток и сток. Но здесь я только предположил, что источник сигнала обладает тем свойством, что его внутреннее сопротивление много меньше, чем входное сопротивление, которое есть в усилителе. В этом случае у меня вот это напряжение практически равно напряжению, которое создает источник или которое имеет генератор сигнала. Ну а дальше я подставляю ток в сток и сток, вернее изменение тока в сток и сток по формуле для полевого транзистора, как дифференциальная крутизна, умноженная на напряжение затвор и сток. Вот это напряжение. Смотрите, напряжение затвор и сток у меня есть и слева, и справа. Я переношу последнее слагаемое в левую часть, и у меня получается, что изменение напряжения затвор и сток, это есть изменение напряжения на сопротивление АВ, а в знаменателе единица плюс Р нагрузки на дифференциальную крутизну. Ну отсюда мне осталось выразить амплитуду сигнала на выходе или изменение сигнала на выходе. Это произведение Р нагрузки, потому что выходной сигнал теперь снимается с него на, ну по-хорошему здесь изменение тока, надо написать, пропущен значок дельта. Подставляем, подставляем еще раз, получаем изменение сигнала, изменение напряжения или амплитуду напряжения на участке АВ, а здесь в числителе и в знаменателе есть произведение сопротивления нагрузки на дифференциальную крутизну. И если эта величина большая по сравнению с единицей, это фактически коэффициент усиления транзистора, единичкой можно пренебречь, и выходит, что по напряжению вот эта схема усиления не дает. Поэтому она, собственно, и называется повторитель. Напряжение на выходе повторителя, амплитуда сигнала на выходе повторителя такая же, как на его входе. А зачем же тогда нужна такая схема? А она нужна потому, что в отличие от коэффициента усиления по напряжению, вот он здесь записан как отношение амплитуд выходного напряжения и входного, коэффициент усиления по току, то есть отношение изменения выходного тока к изменению входного, может быть большим. Оно всегда много больше единицы, поскольку входное сопротивление всегда много больше, чем сопротивление нагрузки в таких схемах. повторители вообще в схемотехнике используются очень часто. Во-первых, можно его назвать устройством для согласования сопротивления. Например, у вас нагрузка низкоомная, а подключить ее надо к сопротивлению, к источнику, у которого внутреннее сопротивление достаточно большое. Если сделать это напрямую, то получится делитель, и у вас напряжение на вашей схеме будет меньше. И что часто неприемлемо, схема будет сильно нагружать генератора. Это может даже нарушить его работу. В этом случае достаточно включить между ними истоковый повторитель. Вторая причина, по которой их используют, истоковый повторитель обеспечивает очень хорошую развязку выхода и входа. Если вы помните, мы вводили так называемые H-параметры. Так вот, H-параметр H2.1, который описывает зависимость входного напряжения от выходного, она очень маленькая. То есть изменение параметров на выходе или какие-то сигналы, какие-то колебания, которые присутствуют в цепи, которую мы подключаем к выходу, не будут проникать, не будут влиять на работу того устройства или той части устройства, которая подключена ко входу этого повторителя. Ну а если реально будете использовать повторитель, то полезно помнить одну особенность. Он является идеальным повторителем именно тогда, когда нет дополнительных сдвигов фазы. Сдвиги фазы могут появиться из-за паразитных ямкостей, индуктивности, о которых мы уже говорили. Поэтому были примеры, были случаи, когда мои студенты, собрав повторитель, говорили, как истоковый повторитель самовозбуждается, в нем возникла генерация, как может самовозбуждаться устройство, у которого коэффициент передачи меньше единицы и нет сдвига фазы между входом и выходом. Но дело в том, что это и идеализированная модель. А если здесь есть паразитные емкости и индуктивности, то, во-первых, и коэффициент передачи может оказаться больше, просто достаточно мысленно ввести сюда какое-то сопротивление. И поворот фазы может появиться. Таким образом, на высоких частотах всегда надо проверять, а справедливо ли это идеальная, идеализированная модель применительно к тому устройству, которое вы анализируете или собираетесь применить. Дальше я хотел рассказать про операционные усилители. Может быть, здесь чуть меньше физики и больше техники, поскольку операционный усилитель — это класс полупроводниковых приборов, который выделен просто потому, что является очень удобным для многих приложений. И это класс усилителей, которые обладают следующими признаками. Во-первых, операционный усилитель — это микросхема. Микросхема, которая содержит внутри себя от нескольких штук до нескольких сотен отдельных вентилей. Вентилей — я имею в виду транзистор, биполярный или полевой. Оформление может быть разное. Есть стандарты, есть корпуса побольше, поменьше. Это не играет роли. Следующая особенность — операционный усилитель всегда содержит два входа или так называемый дифференциальный вход. Дифференциальный он в том смысле, что выходное напряжение, вот если он изображается вот таким треугольником, то входы его считаются инвертирующим и неинвертирующим. Выход рисуется справа от угла, и напряжение на выходе зависит от разности напряжений на двух входах. Соответственно, напряжение на выходе имеет сдвиг на π по отношению к сигналу, если он подается на инвертирующий вход. И в идеале 0 или 2π, если сигнал подается на вход неинвертирующий. Но вы могли бы меня спросить, а как вот здесь получается, что вот этот выход, он висит в воздухе, относительно чего измеряется или снимается выходной сигнал. Но опять-таки, эта схема упрощенная. Если чуть-чуть более детально нарисовать, станет понятно, почему это важно, и почему этот класс полупроводниковых приборов отдельно рассматривается. Значит, вот два входа. Инвертирующий вход, как вообще в радиотехнике, очень часто изображается вот таким кружочком. А кроме этих входов есть еще входы. Есть обязательно выводы, к которым подключается питание. Операционный усилитель всегда требует двуполярного питания, плюс и минус. Ну, чаще всего это напряжение порядка 10 вольт, но бывают и другие варианты. И вот эти источники, они как раз и подключаются по отношению к некоторому потенциалу, который является Землей. То есть вот этот общий провод, как мы его называем, или на жаргоне Земля, она здесь неявно присутствует, как средняя точка включения источников питания. Можно нарисовать вот так, тогда понятно, к чему подключать, куда подключать приемник сигнала такого усилителя. Вот здесь и появляется объяснение, почему именно так операционные усилители устроены. Смотрите, всегда в реальной жизни, в реальных устройствах, кроме полезных сигналов, есть еще так называемые наводки. Это сигналы, которые создаются электромагнитными полями, которых вокруг нас великое множество. Это работающие электронные устройства, это силовая сеть 50 Гц и прочее, и прочее, и прочее. Так вот, если у нас электромагнитная волна создает какие-то токи, то очевидно, что, скорее всего, в двух близко расположенных проводниках эти токи будут синфазными, то есть они будут иметь близкую величину и одинаковую фазу. Получается, что у такой схемы, у такого усилителя хороший иммунитет по отношению к наводкам, или, как его правильно называют и обозначают в справочниках, коэффициент подавления синфазных сигналов. Он может достигать 60-70 дБ. То есть для сигнала, который подается между этими входами, он является усилителем, а для наводок, которые одновременно действуют на оба входа, он фактически является фильтром. Второй момент. Источники питания, во-первых, не являются идеальными, их напряжение может плавать, меняться, особенно если это не единственное устройство, которое питается от этих источников. Есть другие, которые включаются, выключаются, потребление меняется. Даже если это стабилизированные источники, есть соединительные провода, питание плавает. Опять-таки синфазные входы по отношению к источникам питания являются синфазными. Таким образом, операционный усилитель не чувствует в первом порядке флуктуации или изменений напряжений питания. Ну и если быть совсем точными, то очень часто реальный операционный усилитель имеет еще дополнительные выходы. Это могут быть выходы для подключения балансировки. Балансировка — это переменное сопротивление, которое в реальной схеме позволяет добиться того, чтобы нулевое напряжение на выходе было тогда, когда у вас входы замкнуты между собой. К сожалению, как я уже сказал, реальные полупроводниковые устройства всегда имеют разброс, поэтому, хотя теоретически так должно быть всегда, на практике вы берете усилитель операционный из коробочки, замыкаете его входы, а на выходе не ноль, а некоторое небольшое, отличное от нуля напряжение. Если, скажем, вы делаете прецизионный электрометрический усилитель, то вы можете включить дополнительно балансировку и получить точный, ну, с той точностью, с которой вы можете или хотите измерять, ноль на выходе. Ну и, наконец, последнее — это так называемая коррекция. Чаще всего операционные усилители имеют в списке характеристик частоту единичного усиления, я позже поясню, что это такое, и работают в диапазоне частот много ниже этой частоты. Но если вам хочется расширить диапазон частот, то приходится либо мириться с тем, что реальный усилитель вносит ненулевую задержку по фазе, либо подключить дополнительную емкость, которая позволяет несколько расширить частотный диапазон. Ну вот это как бы дополнительная, можно сказать, информация. А если говорить про важные параметры, то это, во-первых, большой по сравнению с единицей коэффициент усиления, реальные усилители имеют собственный коэффициент усиления от 10 в четвертой до 10 в восьмой, даже больше. Дифференциальный вход я уже сказал, но и еще обычно кристаллы имеют большое входное сопротивление, особенно если вход выполнен на полевых транзисторах, и низкое выходное сопротивление. Опять-таки, чтобы было прозрачно, входное сопротивление, это сопротивление, которое условно можно нарисовать между входами, и его величина для операционных усилителей со входом на полевых транзисторах составляет мегаомы и даже десятки мегаома. Это хорошо, потому что операционный усилитель мало нагружает ту цепь, к которой он подключается. А выходное сопротивление надо нарисовать последовательно с его выходом. Ну, как-то вот так. Очевидно, что чем оно меньше, тем меньше будет проседание выходного напряжения, когда вы подключаете нагрузку. То есть, если выходное сопротивление типичного универсального операционного усилителя порядка килоома, то вы можете использовать нагрузки 10-100 килоом. У вас он будет работать как идеальный источник напряжения. Бывают, встречаются операционные усилители мощные, их внутреннее сопротивление, выходное сопротивление может составлять сотни и даже десятки Ом. С помощью операционных усилителей можно делать реальные схемы, в том числе усилители сигналов. И наиболее распространенные схемы включения — это инвертирующий усилитель и неинвертирующий усилитель. Здесь такая тавтология, слово «усилитель» встречается два раза, инвертирующий усилитель на операционном, опять-таки, усилителе. Ну, что делать? Вот не нашлись, не нашли какого-то другого синонима. И схема выглядит следующим образом. Инвертирующий вход является общим для входной и выходной цепи, а цепь обратной связи, которую охватывает операционный усилитель, включает в себя два сопротивления — Z2 и Z1. Источник сигнала включается между общим проводом и Z1. Я обозначаю Z, потому что очевидно, что они могут зависеть от частоты. Более того, как раз частотная характеристика на практике и задается с помощью вот этих двух комплексных сопротивлений. Как разобрать, как рассчитать параметры такого усилителя? Давайте я буду считать, что ток И — это ток, который протекает вот в этой цепи. Поскольку, как я уже сказал, входное сопротивление кристалла очень большое, я могу пренебречь током, который втекает или вытекает во вход усилителя. Ну тогда закон Ома подсказывает, что этот ток — это просто разница выходного напряжения, входного напряжения, деленное на полное сопротивление цепи, которое есть Z1 плюс Z2. Если я получил такой ток, то я могу сказать, что напряжение на входах между входами операционника — это сумма источника входного напряжения и напряжение на сопротивлении Z1, которое появляется из-за того, что через него протекает ток И, то есть И умножить на Z1. Ну а связь выходного напряжения и входного, точнее, напряжения между входами кристалла задается через коэффициент усиления операционного усилителя и со знаком минус, поскольку у нас сигнал подается на инвертирующий вход. Собирая вместе три этих формулы, я могу написать, что У1,2 — это у меня У выходное, деленное на К с минусом, подставил, У входное осталось, Z1 осталось, и ток попал вот сюда. Дальше я делю то, что имеет множителем У входное и то, что имеет множителем У выходное. Значит, Z1, деленное на Z1, Z2 у выходное переношу в левую часть, выношу за скобку У выходное, но еще деленное на К, поэтому здесь останется единица, а здесь на К надо будет домножить. А справа останется только У входное и дробь из Z1 и суммы Z1 плюс Z2. Коэффициент усиления уже с учетом цепи обратной связи. Это отношение по определению выходного и входного сигнала. Значит, надо взять вот эту часть, поделить на У выходное, а вот эту всю скобку перенести в правую часть, в общий знаменатель. Получается вот такое отношение. И если считать, что К, собственный коэффициент усиления кристалла, много больше единицы, это малая величина, здесь одинаковые члены сокращаются, получается предельно простая для запоминания формула. Минус Z2 на Z1. Ну, в общем, любой человек, который занимается или близок к радиотехнике, чаще всего скажет, а инвертирующий усилитель, ну, минус R2 на R1, или как вы их обозначите, неважно. Собственно, желаемая частотная характеристика, амплитудно-частотная характеристика как раз вот этими двумя сопротивлениями и может быть задана. Как я уже говорил, параметры самого кристалла, самой микросхемы никоим образом здесь не фигурируют. Важно только, чтобы она удовлетворяла условиям k много больше, чем получаемый, желаемый коэффициент усиления. И эти условия выполнялись во всем диапазоне частот, в котором эти усилители используются. Ну, а второй вариант, в каком-то смысле зеркальный по отношению к предыдущему, это неинвертирующие усилители. Здесь схема обратной связи выглядит точно так же. Два сопротивления, комплексные Z2 и Z1, но только нет источника в этой цепи, а источник включен между общим проводом и неинвертирующим входом усилителя. Снова можно записать простые соотношения. Сумма входного напряжения и напряжения между входами 1-2 это напряжение на Z1. А напряжение на Z1 можно рассчитать, рассмотрев ток, который создается выходным напряжением. У выходной умножается на Z1, и она делится на полное сопротивление этой цепи. А U1,2, как мы уже получали, связан с выходным сигналом через коэффициент усиления. Получается, что U входное и U выходное отличаются вот на такой множитель. Все очень похоже. Единственное, что после деления получается вот такая величина Z1 плюс Z2 деленная на Z1. Но смотрите, если реально коэффициент усиления устройства после расчета оказался достаточно большим, 10, 100, то приближенно эта формула с точностью до противоположного знака такая же, как и в первом случае, потому что большой коэффициент усиления, достаточно большой, означает, что Z1 должно быть много меньше, чем Z2. В этом случае в числителе и можно пренебречь. Поэтому, если вы помните магическое отношение Z2 к Z1, то его можно применить и к инвертирующему, и с небольшой оговоркой к неинвертирующему усилителю. Эти два усилителя, хотя похожи по своей схеме, существенно отличаются своими входными сопротивлениями. Это самое главное отличие, ну кроме того, что они либо меняют, либо не меняют фазу сигнала на 90 градусов. Но об этом чуть позже, а сегодня для завершения давайте посмотрим еще одно устройство, которое можно сделать из операционного усилителя. Это сумматор сигналов, сделанный на базе инвертирующего усилителя. В самом деле, если у меня есть два источника, каждый со своим сопротивлением, либо внутренним, либо добавленным извне, соответственно, Z1 и Z2, то я могу написать напряжение между входами либо через U1 плюс I1 Z1, либо через U2 плюс I2 на Z2. Вот, соответственно, определение токов, которые вот в этих ветвях протекают. А суммарный ток, который течет через Z0, по-прежнему считаем, что входной ток кристалла маленький, он, очевидно, является суммой этих двух токов I1 плюс I2. То есть U выходной это U1 2 плюс сумма токов умножить на верхнее сопротивление по схеме в цепи обратной связи. меняем местами слагаемое, используем уже знакомую формулу и устремляем, как обычно, коэффициент усиления к бесконечности. Получается, что выходное напряжение это U1 деленное на Z1 плюс U2 деленное на Z2 ну и умноженное на минус Z0. то есть получается взвешенная сумма от входных напряжений. Очевидно, что такую схему можно расширить и на любое количество входов. Если делать сопротивление Z1 Z2 одинаковые, то это будет просто сумматор напряжений. Если нет, то значит они войдут каждый со своим коэффициентом. Возьмите войдет на ускорение войдет на аминь. Не войдет на твое войдет на миг. Продолжение следует...